Привет, друзья! Я сейчас за рулем, не дома. У меня место дислокации для видео. Тысячи лет не снимала видео. Последнее у меня было такое ругательное видео. Но я решила снимать под настроение. Что чувствую, то и будут записаны. Сегодня 14 февраля. Неожиданно у нас так свалился день с того Валентина. Мы про него совсем забыли. Абсолютно забыли. И решили, чтобы он не прошел совсем незаметным для нас. Леша сделал заказ в ресторане греческом. Я еду сейчас забирать заказ. Посидим, отметим, зажжем свечи, как всегда. Почему неожиданно? Потому что мы забыли про этот праздник. И подружки у меня, с которыми мы живем здесь, в Америке, начали хвастаться подарками. Они не сильно соблюдают карантин, в отличие от нас. И они свалили на 3-4 дня в Арубу. Это недалеко. Если кто не знает, где это, это такое курортное место. Курортная слона. Недалеко от Америки. Очень там красиво. Мы там не были, но у нас много знакомых там отдыхали. И говорят, очень красиво мы тоже, в принципе. Может быть, когда-нибудь соберемся и поедем. Поэтому, конечно, некоторые у нас уехали в Колорадо кататься на лыжах. Там очень хорошие горнолыжные курорты. Ну, а мы вообще забыли, что праздники какие-то. И, короче, сидим дома. Плюс у нас ко всему потекла крыша. Тоже мы, чувствую, попали на деньги. Надо будет перестилать крышу. Вот. Ну, что делать? Надо, так надо. Будем перестилать. Вот. Так что, такие дела у нас. Я сейчас плавно, все плавно и плавно перехожу в ТикТок. Что-то мне так как-то там веселее и проще. Потому что там надо сделать видео всего на 15-20 секунд. И отдача больше просмотров, больше лайков. Вот. Как-то это более благодатная почва такая. Вот. Что у меня еще было за это время, пока я не снимала? За это время у меня штофер для меня был для рождения. Мы отмечали его. Мне сделали домашний приятный сюрприз. Я оставлю видео, нарезку. Покажу, как они мне украсили комнату. И Леша мне подарил на день рождения с Полиной вместе видеокамеру специальную для блогов. То есть они, как блогеры, в меня не верят. Но, тем не менее, подарили камеру хорошую. Мне сказали, что хватит снимать на телефон. Что, если твое хобби, хотя бы пускай оно будет более качественным и приятным. Вот. Поэтому я еще в ней не разобралась. Поэтому на ней еще пока не снимаю. Снимаю до сих пор по старинке на телефон. Вот. Может быть сделаю обзор этой камеры. У меня прям такая ностальгия. Я когда взяла в руки... Я уже с камерами снимала тысячу лет, я не знаю. Когда Полина была в последний раз маленькая. Вот как начались выпускаться хорошие телефоны мобильные, с тех пор мы, по-моему, камеры и забросили. Вот. А одно время мы меняли камеры. У нас столько камер было хороших. Вот. И сейчас у меня прям такая ностальгия. Прям, знаете, как пар добрые времена. Что у нас еще было? Вот. Мой день рождения отмечали, да. Потом еще что-то такое у нас было. Снегопады были у нас, да. Опять заваливало. Поэтому, ну, так жизнь кипит, интересы становятся. Но что-то у меня как-то нет настроения снимать какие-то влоги, не знаю. Есть у вас такое или нет? Я смотрю, девочки молодцы, не ленятся, снимают. Вот. Но мне, честно говоря, мне хочется каких-то событий. Мне не хватает. Наверное, я никогда в жизни столько не сидела дома, чтобы мы никуда не ездили, не путешествовали, чтобы целый год мы никуда не выезжали. То, что мы ездили в декабре во Флориду, ну, так, по большому счету, мы не считаем, что это куда-то такая серьезная поездка. Для нас это не, ну, так, баловство. Вот. Поэтому, конечно, в связи с этим, наверное, и нет настроения вот что-то снимать, вот эта обыденность каждый день. И как-то тоскливо становится. Одно и то же. Ну, приготовил, убрал, поел, там, не знаю, снял как, там, не знаю, помыл, убрал. Ну, вот, для меня это вот, мне не хватает ярких впечатлений. Мама сказала, звонила мне недавно, мама сказала, что у них началась вакцинация. Она уже сделала себе первую прививку. В России делают прививки в два этапа. И вот она сделала себе первую прививку. Я вот жду, когда, ну, я тоже буду колоться, потому что у нас папа сопротивляется и не хочет делать прививку. Ну, пока побаиваться, говорит, пускай пройдут первая партия людей, уколовшись, а потом посмотрим на их реакцию. А потом, ну, тогда и он уколится. Но я ожидать не буду, я хочу колоться уже, побыстрее и забыть про это все, как про страшный сон. Вот. Нас опять прокатили с собакой. Мы договорились опять с двумя питомниками. Опять у нас не получается. В общем, какая-то, наверное, не наша порода, видимо. Нам не везет эта порода собак. Мы уже сейчас почти отчаялись. Даже уже думаем, серьезно подумала о том, что, может быть, надо купить собаку здесь, в Америке и не мучиться. Ну, правда, здесь она стоит 5 тысяч долларов, та, которая нам нравится. Это, чтобы вы понимали, это почти подержанный автомобиль в Америке. Ну, можно купить такую старенькую, подержанную машину. Машину купить за эти деньги. Поэтому, ну, очень хочется, конечно, и Полине очень хочется с собакой, и мне хочется уже с собакой, и уже и папе нашему хочется. Потому что, что же такое за такая волшебная порода, которую так сложно найти. Ну, все-таки, ребята, у нас дела. Сейчас я уже почти подъезжаю к ресторану. Вот. И сейчас заберу заказ, и будем дома уже распаковывать все, и как-то потихонечку готовиться. Расскажите, как у вас проходит День Святого Валентина. Отмечайте вы этот праздник или нет. Просто мы, например, ну, не особенно этот праздник отмечаем. Для нас это, так, формальность. Потому что, мне кажется, если ты человека любишь, то ты должен признаваться ему в любви и доказывать это поступками не только 14 февраля или 8 марта, а в течение всего года. Потому что сказать это не сложно. Мне кажется, куда сложнее доказать поступком или действием. Вот. Надо делом доказывать, что ты человека любишь, что ты о нем заботишься, что вовремя сделать какой-то сюрприз. Или, может быть, вовремя приготовить завтрак, если кому-то не хочется готовить. Или заказать еду, например, если не хочется, то тоже готовить. Или помочь там с какими-то такими вещами. В этом, мне кажется, проявление заботы и любви. А сделать подарок раз в год, а потом весь год сидеть потом, ничего не делать и друг о друге не заботиться, это, мне кажется, такая формальность. Но это чисто мое мнение. Я никому ничего не навязываю. Это мои мысли. Вот. Поэтому мне будет очень интересно узнать, как вы отмечаете этот праздник. Отмечаете ли вообще или не отмечаете. Что вам интересного подарили, расскажите. Потому что, ну, в свое время у нас тоже были какие-то интересные подарки. Сейчас мы уже так формально делаем подарки. И всякие, знаете, чтобы... Для нас сейчас уже мы перешли в ту стадию, когда просто можно заказать вкусный, хороший ужин из хорошего ресторана дома, зажечь свечи, посидеть, посмеяться, поговорить о том и всем. И нам, в принципе, этого будет достаточно. Вот. Поэтому, такие дела, ребят. Сейчас я вам вставлю ролик с моего дня рождения. Сейчас посмотрим, может, там еще какие-нибудь интересные нарезки у меня будут. И всем спасибо за просмотр. До новых видео. Пока. Всех с наступающим или уже с наступившим. Днем с тобой, Валентина. Желаю вам всем взаимной любви, гармонии. Встретить своего единственного человека, с которым хотелось бы пройти всю жизнь. И в конце жизненного пути не жалеть о том, чтобы выбрали именно этого человека, а не кого-то другого. Всех люблю. И до новых видео. Пока. Классно было бы, конечно, если бы ты был любовник. Но где же их взять, Катурчик? Смотрите. Вот такие вот цветочки подарил мне сегодня муж. Смотрите, какая прелесть. Боже, какая прелесть. В Азе заставка на дом. Анонимно. Я просидела полдня, чтобы их заметить. Это очень в моем духе. Хочу показать вам, как красиво украсили комнаты для меня. Мой день рождения, моя семья. Пока я отдыхала, они тайно все украсили. Смотрите, как красиво. У нас потолочек, смотрите, такие розы висят. Здесь все в шариках. Смотрите. Здесь Пали надоедает. У нас был сегодня тайский ужин. У нас папа заказал еду из тайского ресторана с самим мятом. Украсил все красиво и подал на стол. Вот знаете, как красиво. Очень. И здесь тоже. Такой вот у вас такой. Бумажный розырь. Таким. Украсили красиво. Красиво. А эти цветы мне подарил наш папа. Ну, он заказал их под дверь. Они поставили с самого утра. Я только днем заметила, что они стоят случайно. Он мне ничего не говорил. Он сказал, что это сюрприз. Ну, так как я тормоз, я могла эти сюрпризы не заметить. Еще дня два, пока меня не намекнули. Вот такой вот торт испекла мне моя Полина мне на день рождения. И здесь написано Happy Elk Day. Это наша такая семейная шутка, семейная традиция. Меня в семье называют Elk. Сейчас 24. Здесь бывает вообще жестко, конечно. Пускай они чуть-чуть разгорятся, какие то до сих пор не будет.